всех христолюбцев приветствую на моем канале всем желаю радости всем желаю веселья в господи нашем иисусе христе боге пришедшему плоти всем желаю счастья добра мира души и по возможности со всеми всем желаю долготерпения в подвиге испытания веры кому какой посылает господь всем желаю подвязаться в кротости нечиславиться в смирении ни над кем не превозноситься ну что хочу сказать слово помните как все эти беззаконники собирались когда в совещании против иисуса кричали господи неизвестно какого они господа звали смотрите они друг другу говорили все идут за ним смотрите что друг другу говорили вы ничего не успеваете весь народ идет за ним вы знаете когда я в свой адрес проповеди свободы во христе слышу такое у меня вообще в голове возникает мысль и какой дух говорит устами этих псевдо христиан я всегда напоминаю первую проповедь иисуса по евангелие от луки откройте ее когда он вышел из пустыни 4 глава прочитайте 5 главу 4 или 5 не помню где там самое первое он приходит синакогу какое пророчество он читает он читает пророчество исаи пришел пленных отпустить на свободу ходит за мной как как этот хвостик пленных освободить измученных все это же считается и телесно и духовно господь никакого закона не заповедовал нам соблюдать никакого культа религиозного ничего он этого больше не творил что захотели сделать с иисусом при этом слове причем он просто зачитал слова пророка исаи ну естественно это было пророчество о нем самом все исполнились бешенство и ярости кто в них селился ну понятно кто сыночка мы такими не будем не будем мы будем хорошими куда повели люди люди причем это было в собственном городе в отечестве его куда они его повели на край города город стоял естественно на вершине горы как и все города на возвышение чтобы было легче держать оборону при наступлении нападение как он то зачем они туда повели сбросить с края скалы с края города убить убить человека что он сделал пришел освободить пленных отпустить измученных на свободу хвостик мой да хвостик мы видим хвостик ходит за мной хвостиком звезда ютуба поэтому когда я в свой адрес слышу вот эти все богохульство смотрите все идут за ним за кем за но это я уже интерпретирую на самом деле ну такого то хотя и это мне тычет только за кем за ним то ты чё я проповедую иисуса исследования за иисусом и вот они сейчас орут то же самое что орали их отцы которые вечно противились духу святому а смотрите только говорю порой меня ты что я за собой веду только сейчас я об этом скажу за собой как раз никого нет не тяну а вот то что их бесит реально бесит вдумайтесь в это слово что я проповедую чтобы люди шли за иисусом по сути они рута смотрите все идут за иисусом вы подумайте что из ваших уст вылетает какие страшные богохульства иисус призывал идти за ним он сказал я есть путь каждому больному каждому прокаженному каждому покаявшись он говорил отвернись себя возьми кресло и последуй за мной что мы должны проповедовать следование зачем за культами что ли за лжеучениями систему лжеучений назвали мамой своей и обижаются когда ее разоблачают когда обличают эти лжеучения это покрывало который к ним прилипла которая отодрать они не могут а это покрывало снимается христом снимается иисусом пойди за ним выбрось это покрывало она уже к тебе прилипло она уже срослось с тобой ты уже ничего не видишь тоже ослеп тебе уже практически никакая операция не поможет чтобы отделить это покрывало твоего лица богом созданного и систему лжеучений назвали своей мамой тело христова церковь тело ты просто его член вот и все церковь это не система лжеучений церковь это тело христово и каждый святой христианин является членом святой только христианин а не псевдо христианин не религиозник не церковоход а святой человек который своей жизнью к этому телу приращен является его частью является его органом клеточкой как хотите членом является он или отпадает от него только посредством греха отпадает и посредством святости приращается созидается и возрастает в нем самим собой в любви как об этом писал апостол павел очень хорошо этот образ господь не на вот здесь запечатлел образ иоанна крестителя о котором не я придумал который бог этого человека привел в мир просветил хотя он не есть света лишь свидетельствовал о свете и мы все свидетельствуем лишь только свете этот образ иоанна крестителя господь нарезал мне прям железным рубцом на сердце это образ друга жениха не жениха не вздумай влезть на ложе своего друга это не твоя невеста души которые ты приводишь к иисусу к богу пришедшим во плоти к браку это не твоя невеста это невеста жениха ты лишь друг его твое дело лишь подвести ее и умолиться и радоваться за своего друга что он счастлив и что счастливы по сути то она твоя подруга все души которые в мире есть человеке до покаяния грешники язычники всякие там иноверцы начиная от того что они верят в какие святые пни и камни заканчивая всякими там непонятными богами или хоть и единым но праведным судьей каким-нибудь там милосердным аллахом нет все эти души твое дело лишь подвести к иисусу умолиться и радоваться за свою подругу и своего друга за невесту и жениха прекрасный образ я говорю вот здесь он у меня я каждому советую его здесь себе запечатлеть нарезать просто выгравировать никогда не забывать вот и все учительство это быстрый процесс но ведь надо невесту то вырастить надо невесту украсить вы помните как об этом павел писал я родил вас во христе начинает свое первое послание к коринфянам во втором пишет что я вас как чистых прекрасных дев вырастил к иисусу год приготовив к брачному пиру вот роль учителя вспомните хороший библейский образ когда мы с вами будем книгу ветхого за это читать мы даже из-за этой книги книги руфе где там кровь месила я говорю кто будет со мной читать это прекрасное путешествие никогда не останется неизгладимым в его сердце я думаю вернее оставить наоборот неизгладимый отпечаток в вашем сердце ваших сердцах на книгу ветхого за это книги ветхого за это будем читать не как фарисеи книжники буквоеды церквоходы и все эти лжеучителя принявшие все эти закваски читающие с покрывала моисеевом на голове нет мы оттуда будем брать все хорошее и выкидывать все плохое как там эту руфта намощали персидскому царю год год ее намощали чтобы она предстала предстарем почему я говорю очень кстати хороший образ и срок как я вам в прошлом ролике в одном из прошлых роликов говорил что года достаточно чтобы намастить и приукрасить христовую невесту чтобы из вот такой вот девочки выросла вот такая вот прекрасная невеста вот этой руфе очень прекрасный библейский такой образ причем это и реальная история до описанная нам в писаниях ветхого завета человек должен быть украшен всеми свойствами божественного естества и любовью который проявляется в добрых делах и в добрых словах к людям и радостью жизни и за других мы же радоваться не умеем я сколько раз говорил об этом ролике откуда все вот эти тыканье до зависть элементарно именно зависть не дает радоваться за человека за другого именно зависть кто вдумает зависть противоположная добродетели страсть не дающий радоваться за другого человека неважно хоть он мерседес купил будучи христианином 500 600 за 2 миллиона долларов да ему лично ты не тыкни проповедуй нестяжание но лично никогда не тыкай человеку по радусе пусть он даже себе мерседес 600 купил этому надо научиться иисус он так поступал проповеду нестяжание если это твой друг он будет тебя слышать его будет это язвить слово лично ему не тыкай проповеду нестяжание кто со мной общается тот знает да я я буду до конца своей жизни поносим за эту проповедь свободы ну и что зато лично я не тычу обычно на зубы на мои потому что я все-таки не овца апсина христовы чем и радуюсь тому и у меня есть и зубы я не овца в стаде христовом есть не только овцы есть пастушище собачки не все такие но есть и такие они не нападают но они защищаются и кто пытался мне на шею влезть тот получал знать есть такие волкодавы то есть он сам не нападает но он еще и волку убить может вот вот это образ пастушище собачки над конечно знать свое место в теле христовом вот и все это не все такие не надо на себя натягивать того чего у тебя нет и не надо умаливать того чете бог дал растратишь таланты или закопаешь или выкинешь его ли в платок завернешь бог с тебя спросит почему ты не родил ни о своей жизни не о жизни близких твоих вот так вот так что когда вы вот такое вот слышать от людей бегите от них сломя голову ну пока не можете с ними проповедовать им когда ты вырастешь ты сможешь и в блудилище блудница целомудрия проповедовать когда ты вырастешь ты сможешь и с богохульниками богопротивниками служителями сатаны жалами вплоть спокойно воевать если у тебя еще этого нет если бог тебя еще до этого не не взрастил если ты еще маленький ребенок конечно не не бычься на гладиатора знай свое место расти укрепляйся но надо подвизаться во всем иногда надо пообщаться и с тем с кем тебе неприятно поучиться и еретику дать ответ как это любит вот хотя и надо сам за собой смотри как павел и и иуда и прочие апостол писали ты смотри сам кого-нибудь из греха вытягивает туда же не свались блюдите за собой чтобы самому не впасть в искушение поэтому тоже да если там еретика поносишь уже чехостишь по всей гриве всеми злословиями поношениями так называемые они очень любят это прикрываться обличениями личностными публично еще это конечно жуть вообще ты уже сам давно отпала от иисуса сам ты давно уже вне тела в теле христовом только тот кто поступает так как он поступал все вот так вот поэтому следовать надо только за иисусом следовать надо в свободе иисус никаких культов не создал это бог пришедший во плоти он не заповедовал и не создавал никакого культа адаму не религиозного не системы всяких лжеучений его учение одно это учение святости благости и это святость благость в чем в любви в радости в мире в этом нет ничего сложного ты научил человека вспомнить как иисус в одном месте побыл сколько чудес творил ученики приходят и дальше идет а ученики приходят или там господь помните уединился на молитву господи все ищут тебя давай давай скорее все хотя что ты побыл еще с ними он горит нет пойдемте дальше проповедовать мы-то все сделали добрые дела сделали словами все это учениями прокомментировали да сыночек все пойдемте дальше проповедовать и учить чё еще надо ничего все все сделано много ли надо не надо никаких структур меня в чем только не обвиняли я в отличие от вас никаких сект не леплю я людей ни к чему вообще не привязываю ты должен светить ты должен стать просто святым человеком и вокруг себя светить тебе не надо никуда ходить ты никому вообще ничего не должен богу никакой твое поклонение не нужно ему нужен только одно поклонение в духе и истине а истина в боге а бог есть любовь благость мир крото смирение долготерпение возрастание в этих добродетелях это есть поклонение богу в духе внутри себя истина правильно по богу истина есть бог бог есть любовь истина в иисусе иисус это истина так что вот так вот и мы должны светить 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 мне это не надо нам надо прям познакомиться с кем ты все и теперь мы прямо не разлей вода должны общаться да ничего не надо вы можете вообще больше никогда в этой жизни не увидится мир ограниченный бог у нас одел в эти кожаные одежды чтобы мы познали в полноте то что вкусили начинает наших прародителей и и наоборот потом даже через это возросли то что раз адам и ева не ценили то что имели господь их научил ценить вот эти вот этим телом смерти телом скорбей и страданий на персер ценим то что потеряли а во вторых через это мы зарастаем в совершенно любовь в жертвенной любовь что можно сделать больно нас можно даже отнять жизнь обидеть и скорби через это мы возрастаем в божественную природу вообще в природу жертвенной любви славы богу за такой его промысел и путь мироздание вообще замысел его о человеке но бог есть и совершенство и мудрости все все а на том свете будем все посмотреть иисус одновременно являлся 500 человеком как-то мы даже представить не можем это новое тело воскресше новое мироздание там будем всеми общаться вообще без проблем и сходки делать они как сейчас набиваются как селедка в бочке показывают в индии там типа церковь 170 тысяч да что это за бред постравили шатер какой-то там на 2 гектара там дискотека идет у них прославление везде мониторы и вот они сидят посидели это типа собрания церкви господи да это очередной субботний концерт аля аля не пойми чё так это все лабуда знать никого сто семьдесят тысяч они знать никогда никого не знали все равно ты не можешь по плоти разобраться разобраться разорваться 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 в этом мире все познал истину от кого-то возрос в ней уже до состояния определенного и дальше сам возрастает вы же знаете есть мера учения есть школа институт потом аспирантура потом ты вообще в свободное плавание тебя профессор пускает и ты уже сам что-то новое сам возрастом растешь над собой и все и светите ну с кем-то у тебя есть близкое общение получилось прям вообще душа в душу вы будете общаться по скайпу вживую в мессенджерах ну и хорошо не надо пытаться весь мир объять тебя не хватит тебя дай бог хватит на десять человек поддерживать с ними какую-то связь что в жизни что вне жизни а вот эти все вот эти все формы вот они там пытаются все это надо все да не надо это ничего организовывать это никому не надо все вот это когда ходят как заведенные по рельсам это вообще все все-таки праздники там организовывать ой господи сколько суеты посмотришь я никогда не любил вот эти какие-то общие праздники свадьбы ой все расписано помянуть все шаху и все как вот гуськи ходят туда 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 ой смотришь на это я ненавидел вот эти все постановочные праздники да в простоте надо жить надо просто радоваться ну собрал ты всех и пусть каждый хочет делает ну да есть люди которые знаете как говорят свой день рождения самый плохой я помню потому что ты в свой день рождения ты и суетишься больше ты все организовываешь ты все делаешь ты у других отдыхаешь это как раз забота тех у кого праздник по идее они должны служить помните евангелие господь служил на прощальном ужин он им умывал ноги естественно у тебя праздник ты наоборот служишь то что это праздник любви ты должен любовь едет а в следующий раз на чужом на другом празднике будешь у другого человека больше уже отдыхать а на своем празднике ты как раз служишь они наоборот ты не отдыхаешь ты отдыхаешь у других по идее какая получается немножко неправильность а так и есть жизни как раз у тебя праздник и ты в этот праздник служишь ты счастлив обычно ты как со события делишься ты служишь всем от этого избытка а у других ты обычно отдыхаешь вот и все не надо никаких секс создавать не систем ничего вообще не организации не уставов этого иисус не делал это бог пришел во плоти вы когда все это делаете вы умоляете просто бога вы его уничижаете из него делаете какого-то я все время не боюсь таких грубых слов недоумка какого-то да бог помудрее нас он пришел во плоти и все дал абсолютно все что нужно было он даже моисею с небес говорил так что он там каждую буковку записывал каждый крючочек сколько там колечек даже с небес мог людям донести что нужно делать а когда сам вообще во плоти уже вот устами говорил человеческим мы до сих пор опять все считаем что он мало сказал и вот понапридумали иисус значит ничего нам о троице не говорил а потом святые мужи кто такой иисус вот там святые они разобрались в природе троицы они разобрались как надо служить что там в преломлении хлеба чего мы причащаемся аллах махалах и хлеб стал богом булка богом они-то разобрались иисус ничего не понимал что он там сказал преломите в мое воспоминание просто делайте это это все слова наделили какой-то магии преломил на не ели хлеб руками вот и все рвали ломали как хотите и то это уже русские слова переводы люди просто ели ели при этом и поедание хлеба и и вкушение прочей пищи в том числе питья вина воспоминали всю жизнь иисуса хлеб как источник жизни потому что ты не поешь ты помрешь вино как источник радости и в то же время символ красного цвета крови как символ страданий жертвенной любви все превратили в магию в культ и все это сделали святые мужи это и еретики последний все это все кто извращает учение иисуса простое учение иисуса а учение святости человека лично святости не общественной не коллективной ты в своей системе не спасешься ты будешь нести личную ответственность бог тебе не будет гладь по головку за то что защищал православие католицизм протестантизм нигде он этого не говорил тебе в евангелии он тебе спросит за личную святость причем не за то что ты был одет в его праведность иисус такой говорил нет конечно все придумки лжеучителей иисус тебя спросит за твою личную святость что ты сделал когда бог тебе посылал испытания терпел ли ты или ты роптал богохульничал и на всех подряд срывался когда тебе бог посылал всякие случаи для испытаний совершенства твоей веры ты делал добрые дела когда рядом нищий валялся ты радовался жизни и довольствовал с тем что есть уповал ли ты на бога в скорбях он тебя спросит за это они за всю эту чушь которую придумали люди вот так вот это очень просто легко и нести всем в округе бог никаких систем не заповедал создавать церковь его это невидимое тело мы все члены и членами его являемся если пребываем в святости в духе и истине живя на этом все поэтому следуйте за иисусом от всех уже учителей которые вас отвращают от пути евангельского к себе притягивают какие-то системы создают на какие-то рельсы вас ставят бегите от них бегите у вас вы вы боги и дети всевышнего все вы дочери и сыны у вас не колеса вместо ног вы не машины вы не поезда вы люди ходите по следам как это и петр и павел мне когда-то не нравится это выражение стопочка в стопочка за ним какими по следам мы должны его уйти петр об этом писал познав то то что господь умыл ему ноги он сказал потом разумеешь и когда уразумел петр писал свои послания чтобы мы по следам его шли своими чистыми омытыми ногами потому что а мы тому словом нужно только ноги а быть чтобы он начал чё-то делать они тут протестантский бред о том что вера спасает меня без всяких дел подписывайтесь на мой канал все вас мои контакты на экране в описании к ролику все есть ставьте лайк если ролик понравился и поделитесь со всеми кто алчатый жаждет евангельской христовой правды они бреда ней человеческих и всех этих совокупностей безграничных лжеучений сатанинских извергаемых через его ангелов и детей всех ваш не всех вас нежно целую крепко обнимаю прощаюсь до встречи в следующем ролике пишите ваши кстати комментарии мысли размышления под всеми видео какие считаете что вас на сердце я интересные комментарии и на какие считаю нужны вопросы буду отвечать и зачитывать их в прямых трансляциях по субботам в 15.00 по москве на канале христолюб лайф ну и просто в режиме в рубрике ответы на вопросы все и помните как господь говорил в нагорной проповеди по луке нам так оставлено что вы мне зовете меня господи господи иисус христос господь мой бог мой славлю тебя а не делайте того что я говорю вам а я говорю вам любите врагов ваших благословляйте обижающих вас и молитесь загонящих вас заповедь новую даю вам да любите друг друга как я новая заповедь в том чтобы любить друг друга так как нам показал бог придя во плоти на землю а